Свети. Если честно, такой красивый свет дала не просто вода, а на самом деле такая какая-то а-ля помойка. Я это снимала под мостиком, где лежала целая куча мусора, и этот мусор красиво отражался, а у меня усидели лягушки. Ну это, наверное, такой действительно очень хороший арт-объект, как помойка, лягушка, и можно ее передать очень красиво. Почему же так это привлекает? Вот именно такие вот места. Если посмотреть на левый угол, то это у нас какой-то кусок дерева плавающий, который как раз отражал лучик солнца. Если посмотреть на вот эти вот темные пятна, это просто лежащие какие-то либо мусор, либо просто вот старые сухие листья, которые тоже дали какую-то свою цветовую комбинацию. А все остальное это просто солнышко уже разукрасило и сделало рисунок. То есть я думаю, что нормальный человек бы, конечно, полез бы вот в эту помойку, учитывая, что там еще целая куча пилявок, вот, и при этом еще плавают змеи, вот, я, конечно, не очень сильно боюсь, но некоторых это сильно пугает. Ну, это я к тому говорю, что именно благодаря вот каким-то странным стечением обстоятельств можно сделать красивую картинку. Кто-нибудь догадывается, кто это? Головастик. Отлично, вот, в том-то и дело, похож на дельфильчик, правильно. Здесь тоже с ней была очень интересная история с этой картинкой. На самом деле мы, макрофотографы, снимающие на воде, очень часто пользуемся фильтрами, чтобы вот не бликовало их, не отражалось. Здесь же у меня в этот момент не было никакого, точнее, фильтр был, я просто не стала им пользоваться по одной причине. Если убрать все вот эти вот блики, которые окружают главный объект, то вы увидите целую кучу мусора. Потому что те же самые главастики потом все живут, как нормальные все звери, люди, и делают свое дело. И вокруг этого, естественно, находится целая куча как внешнего мусора, так и внутреннего мусора. И спрятать его или вычистить потом в фотошопе практически не реально. Поэтому я воспользовалась вот именно эффектом бликования, чтобы закрыть с помощью бликов, вот это вот как раз отражение идут в бликах деревьев, устатников. Во всяком случае, с помощью них я тогда прикрыла весь основной мусор, а в остальном уже просто-напросто дочистила. Ну, еще один мой, наверное, любимый вообще главный герой моих фотографий – это стряпоза. В свое время, наверное, любой начинающий макрофотограф очень любит снимать всех мастериков в полете. Ну, и не только, наверное, макрофотограф, но и снимающих животных. То есть движение нас все очень завораживает. Ну, естественно, никогда толком ничего не получалось, пока я в один момент, спустя, наверное, лет цать, вдруг не поняла, что, оказывается, и не надо бегать за ними, не надо их снимать в полете. Нужно просто найти какую-то очень красивую картину, из каких-то очень интересных света. И просто встать на этом месте и снимать пролетающих насекомых. На самом деле, любой фотограф должен знать свой снимающий объект. И я точно знаю, что стряпозы – это территориальные насекомые. То есть они всегда возвращаются на одно и то же место. Как и положено у них свои задачи, свои цели. Я поставила просто штатив, фотоаппарат, объектив, прицелилась именно на эту картинку в тот момент, когда там падал определенный свет, и просто нажимала на кнопочку каждый раз, когда пролеталось только за. У меня вышло огромное количество фотографий, одни из которых мне понравились больше всего. Будет там дальнейшим еще одна фотография, которая уже даже везде отметилась, в целом случае во многих конкурсах. Но они уже отдельная песня. Здесь вот, в принципе, то же самое показывается, та же самая вода. Насколько она интересна в своих отражениях. Если особенности отражения идут от берегов, от хустарников, от цветов, то есть все вот это прикольно снимается среди белого дня. То есть это не вечерний, не утренний свет, это обыкновенный дневной свет, так называемый пересветом. Здесь просто идет уже некий сюжет. В этом сюжете один вице-трекозе тихо, спокойненько в романтике находится, а второй вице-трекозе ему очень не нравится. У него тоже такой же романтический период в жизни. И они на самом деле заняли его вот это вот место. Это его сцена. Он здесь не только отдыхает, он показывает свои самочки, а там какой он красивый, замечательный. А тут какие-то наглецы заняли это место. И вот снимая вот этот сюжет, я пыталась снять не только само действие, но и саму воду. Такую воду можно снимать не сверху, не ходясь, а именно залезая практически по шейку. То есть главное в этот момент не утопить свой фотоаппарат. Ну и вот как раз вот об этом я и говорила. Та же самая вода. Ну не простая вода, это торфяная вода, ручьи, речки, которые вытекают из баллов. И они создают вот такой очень красивый цвет. Бывает небольшой лучик солнца на закате и все. И все преобразовывается совершенно в какое-то вот другое изумительное действие. Та стекоза была тоже снята в этом же самом месте. То есть одно и то же место, только разница в год. Разные немножечко условия, разный немножко свет, вода немножко разная. В этот год воды практически не было, она вся светилась. А в предыдущий год, наоборот, воды было очень много. То есть получается так, что вот вроде бы сюжет один и место одно. А вот картинки вырезают уже разные. Главное, главное, чтобы в вашей голове, когда вы снимали такой макро, вы думали о том, что вы хотите снять. Чтобы вы не просто наблюдали за какими-то пролетающими там насекомыми. Что обычно видит макрофотограф? Вообще, что видит человек, когда идет по лесу или по берегу? Он видит просто какие-то яркие сполки. Вот бабочка полетела, вот стекоза полетела. А как снять? Вы не понимаете. А на самом деле все это просто. Вы должны на это посмотреть с самого начала, как на фотографии. Именно как на фотографии. И для себя понять. Я вижу объект съемки. Например, вот стекоза. Куда я хочу ее поместить? Я ее хочу поместить в какое-то очень яркое, красивое место. Я нахожу это яркое, красивое место. Вот оно вот нашлось. Потом я это просто-напросто уже путем манипуляции кадрировал, пытаясь там развернуть объектив, штатив, все. Встаю и жду. И в этот момент, как раз рано или поздно, они начинают полетать. Наша задача только нажимать кнопку. И потом выберем лучший кадр. Ну, вот здесь то же самое. Это радарь. Такой аля арт получается. Проплывала утка и оставила за собой следы. А в этих следах пламали какие-то растения. То есть получается, как-то такие жалюсти. То есть, в принципе, задача любого фотографа наблюдать и видеть то, чего не видит простой человек. Простой в смысле, который просто бежит и не обращает внимания. Наверное, иногда нам нужно присесть или просто встать, посмотреть, что он наблюдает. Лягушка в болоте. Причем тоже снята не в самую лучшую погоду. Плохая погода была душу. То есть вот эти круги, это капельки дождя. И лягушка, которая проплывала рядом. Ну, если брать чисто технические стороны, вот здесь есть люди, которые сидят, увлекаются действительно макросъемкой, хотят узнать о ней побольше. Экспозиция на вирус. Потому что в любом случае все вот эти блики, они будут вылезать. Зато вот эта вода, она сразу же быстренько провалится в черноту. И лягушечек в любом случае все равно останется. У нас остается та же самая картинка. Ну, и вот это вот действие, я думаю, что его знают все абсолютно. Самое главное, наверное, в таком действии, это быть в каком-то определенном месте и его увидеть. Потому что не каждый раз ты его видишь. Более того, лягушки мерестятся каждый год не обязательно в одном и том же месте. Ситуация может меняться. А дамы не приходят вовремя. Условия какие-то другие. Погода не позволяет. И будут ли листиться в любом случае. Но не обязательно, что они будут листиться именно в этом месте. То есть, во всяком случае, я надеюсь, что в этом году я приеду на эту баллон, и вижу как раз эти действия. И сижу вместе с квакающими лягушками, посмотрю, какая спальница. Потом пофотографирую все круг. Потом пофотографирую уже все оставшиеся действия. Но не важно, что это будет. И когда вы видите, что именно такой сюжет, ваша задача не просто это снять, а снять очень многое с разных ракурсов. Показывая все это с разных сторон. Потом в любом случае это будет или же действительно какая-то интересная фотоистория, или же это будет просто одна какая-то интересная фотография. Моя любимая фотография, которая была снята в очередь случайно. Я к этому моменту уже задумывалась о том, чтобы перейти от зеркалки на беззеркалку. Мне дали попробовать очень интересную камеру RX10 Sony, которая уже стройная объективно, превален 24-600. Я, в принципе, хотела попробовать именно на воде поснимать, потому что она высокоскоростная. У нее есть какие-то свои минусы, но мне нужно было увидеть вот именно с помощью ее плюсов и заснять некое такое быстрое действие. Водомерка, бегающая по воде. Я думаю, многие видели вот этих маленьких клубиков, которые прыгают по воде. Здесь самое главное сесть опять в уровень, просто снимать и попробовать поснимать, как они бегают. Бегают они очень быстро и прыгают они очень быстро. Но они как раз своими лапками заставляют немножечко менять рисунок постоянно. Я тогда сняла какое-то огромное количество кадров, много чего-то хорошего, но вот это вот мой самый любимый. И именно этот момент, когда она пытается разогнаться, камера и зафиксировала. То есть о чем я хочу сказать вот этим случаем? О том, что снимать можно на что угодно. Так, камера была вообще не предназначена для макросъемки. Это совершенно другая камера. Она более репортажная. Ее можно таскать куда-то в командировки, путешествовать, показывать, раз когда, я не знаю, снимать там какие-то вечеринки. Но, во всяком случае, для макросъемки она не сильно приспособлена. А в этом случае она мне как раз сделала очень прекрасную такую работу. Ну, вот эта картинка, наверное, дадила мой окончательный такой вот выбор на переходную беззеркалку, это была запланированная съемка рыб-завода. То есть, где к природе этого отношения, конечно, не имеем, я просто хочу объяснить, почему эта картинка здесь. И когда нас пригласили на съемку этого рыб-завода, погода была очень плохая, не очень по свету хорошая, холодно, мокро. И на берегу стояли такие здоровые чаны, в которых плавные вот эти вот маяки. Нам сказали, ну, покажите нам, как-нибудь, как их снять. У меня первая задача, ну, наверное, надо нырнеться. А как ты нырнешься, если у тебя нет ничего с собой, чтобы можно было нырять? Я не ныряю, вообще-то я вообще плавок не умею. А с другой стороны, как-то нужно эту рыбу показывать. И в этот момент вынесло буквально на несколько минут солнышко, и она светилась и пробила вот эту мутную воду. И рыба засветилась. Вот в этом случае, как ни странно, беззеркальная карта, она сыграла намного быстрее. Хотя я снимала ее зеркалку или беззеркалку, но именно беззеркалка дала мне вот тот результат, который мне понравился. И я и оставила эту рыбу вот как пример того, что можно даже в обыкновенном чайе с рыбой найти какой-то свой красивый рисунок. Мне вот этот вот рисунок напомнил именно какое-то звездное небо. Я ее так и называю, со звезды рыб. Ну, вот тоже самое водоверное в контролом освещении. То есть обыкновенная вода, могу сказать, это вот, наверное, когда вы гуляете там по каким-нибудь там вот берегам, видите, вот какой-то чапкущий такой глим с лужицами. Вот в этой чапкущей глине, кажется, вроде бы ничего на самом деле интересного нету, но вот, пожалуйста, вот она, как очень красиво, вы можете пинковать и ее зарисовывать в воду. А это сверху. Та же самая водоверная. Замор в небо. Такие сюжеты можно сеть только в сильные морозы на водоемы, которые полностью замерзают. Ну, у них есть вот какая-то либо небольшая проталинка, либо луки делают. И вот именно этот кадр я снимала сверху. Снимала, если не ошибаюсь, тоже не на макрообликтив. Меня вообще поразило, когда вот это действие, которое происходило, оно, честно говоря, меня заставило просто призадуматься о том, что мы все-таки, наверное, не самые умные в этом мире и не самые лучшие в этом мире. Когда в сильные морозы стало замерзать озеро, я увидела странное действие тому, как рыбы, чтобы не дать замерзнуть вот последней какой-то луночке, они прям огромной-огромной стаей приплывали и своими хвостами разбивали только лёд. А потом начинали выпускать пузыри. Вот они вот здесь. Здесь я их не снимала много разных стадий. Это вот одна просто стадия тому, как они подались выжить. И вот эти пузырьки с поддухом мне давали замерзнуть в этой воде. И у них движения были настолько слажены, и меня просто поразило, насколько нам кажется, безмозглое существо Сталин может думать и делать что-то одновременно ради своего спасения.